Приветствую вас. Знаете, вот прочитал ваш вопрос и попробую вам на него ответить. Значит, ну, начать, пожалуй, мне хотелось бы с того, что, вот как узнаем, что ваш парень врет, можно по довольно-таки нехарактерным для него поведению, просто нехарактерным. То есть, вот, знаешь как, если у человека в жизни что-то произошло, такое, что он знает, что это плохо, он обязательно будет вести себя как-то не так, как-то по-другому, не как обычно. Вполне возможно, что он будет от вас что-то скрывать. Ну, например, свой телефон. Вполне возможно, что вы обманутесь там парой и так далее. При разговоре на тему, например, отмождение на стороне и измен, мужчина может интуитивно, а я бы сказал, что и интуитивно, стараться менять эту самую тему. То есть, будет стараться от него уйти, от этой темы. Но, понимаете, именно нехарактерность, нехарактерность поведения является единственным признаком, хоть и косвенным, в том, что мужчина вам врет. Это нужно постараться понять, потому что, как бы, речь идет не об этом. Знаете, в вопросах, в вопросах анализа поведения человека, очень легко ошибиться. Вы подумайте, на самом деле, с другой стороны, немножко. Предположим, что ваш мужчина вам действительно врет, и он вам изменяет. Правда, изменяет. В таком случае, в такой ситуации, старайтесь подумать, ну, конечно, он вам изменяет, но он же все равно с вами, да, он же все равно с вами, раз он к вам вернулся, значит, он с вами. Если он с вами, значит, он вас любит, он хочет быть с вами. Если это так, то, соответственно, он вами дороже. И если при этих условиях он все равно вам изменяет, то, может быть, свидетельство заключается в том, что мужчине просто чего-то не хватает. Вот вы и постарайтесь понять, что мужчине может не хватать, ну, по отношению к вам. Что мужчине может не доставать, по отношению к вам. Что мужчине может не удовлетворять, да, в ваших отношениях. И постарайтесь ему это так, чтобы было меньше поводов для того, чтобы он вам изменял. Понимаете, если измена продиктована тем, что мужчина действительно что-то не получает, то даже не узнавая у него ничего и не пытаясь с ним поговорить, вы придете к тому, что больше поводов для измены не... А ошибаться, в принципе, это далеко не всегда повод для разрыва отношений. Дальше. Если мужчина все-таки вас вот не любит, если у него все-таки нет к вам сильных чувств, то это означает, что после приезда он говорит с вами о расставании. Почему? Потому что другие женщины, если он действительно вам изменял, наведут его на мысль, что, в общем-то, он не так сильно вас и любит. И вы, вообще-то говоря, его негативите. И это и будет означать, что он вам изменял. Скорее всего. Но здесь другой момент. Если мужчина какой разговор поднимет, то есть, если мужчина такую тему начнет, что вам надо расстаться, там и так далее, и так далее, то это говорит о том, что он сомневается в ваших отношениях, сомневается в себе, в своих чувствах, сомневается... Он сомневается в том, что вы ему нужны. И тогда просто-напросто нужно понять, что вы несете друг для друга. Что вы не можете быть вместе. Что вы, по сути, вы, ну, какое-то время вне ты пробыли, потом вы были на расстоянии, и ваши чувства через расстояние не просят. Единственное перезевать не о том, что он вам изменял. Это здесь вообще перезевать не нужно. Здесь нужно понять, что если мужчина, мужчина, которого вы любите, понял, что его счастье не сломит, значит, что он не отпустит, чтобы он был счастлив. Вот, по сути, и все. И, как бы, это поступок любящего человека. А если вы этого не сможете сделать, значит, вы от него зависимы. А зависимость проявляется через потребности и уверенность в себе. И проецирование результатов отношений на вас. И вот с этим тогда уже нужно разбираться. Далее. Вы говорите, что мне кажется, что мужчина мне изменяет. Почему? Вот почему вам так кажется? Что навело вас на такую мысль. Мысль довольно серьезная. Мысль довольно, как бы, ну, такая неприятная. Откуда у вас мысль, что значит, он вам изменяет. Вы его ревнуете. Я думаю, что именно из-за ревности у вас возникают подобные мысли, что он вам изменяет. Но вопрос возникает тогда. А почему вы ревнуете его? Ведь ревность, по сути, ревность, она имеет свои причины. И ревность это всегда либо эгоизм, либо, опять-таки, неуверенность в себе. Это вот самая главная проблема. Что вы, вы, производите впечатление неуверенной в себе женщины. И я хочу вас спросить, почему вы неуверенны в себе? В чем вы неуверенны в себе? Казалось бы, но если мужчина вам изменяет, если мужчина вам не верит, если мужчина не считает вас единственной в своей жизни, то вы об этом узнаете, так или иначе. Это будет проявляться. Это проявляется не только в изменениях, это проявляется и в отношении к вам. И это означает, что просто-напросто вы мужчине не подходите. Это нужно восприниматься спокойно. Но вы-то почему-то боитесь, что он вам будет изменять? Вы-то почему-то опасаетесь того, что он будет изменять? И вот откуда это у вас возникло? Откуда возникла эта чрезмерная мотивация в этих отношениях и в мужчине в частности? Какие свои потребности вы пытаетесь дискомпенсировать через это? Попробуйте в этот момент для себя прояснить. Попробуйте в этот момент для себя выяснить, потому что он принципиально важен здесь, в данном случае. и если вы для себя ответите на этот вопрос, то вполне возможно, что вы перестанете просто-напросто об этом переживать. Ибо либо мужчина с вами, и он вами дрожит и ценит вас, и тогда нужно стараться дать ему просто все, что он хочет. Либо нет. И тогда вам нужно с ним расстаться. Понимаете? Но если вы будете с ним разговаривать про измену, то вы тем самым мужчине покажете, что вы от него зависимы, что вы нуждаетесь, с ним разговариваете с ним сильно и внушите ему мысль о том, что он действительно может вам это ненужно. Я не думаю, что вам это нужно. Поэтому мне кажется, что разговоры на ноги заводить не нужно ненужно. Был, посмотрите на его отношения к вам, смотрите на то, как он себя ведет, и если вам покажется что он холоден, если вы действительно только увидите его холодность к вам с его стороны, то поднимите просто вопрос о расставании. То есть не говорите о том, что ты мне изменял, а просто скажите, что вы чувствуете, что он холоден, что может быть какое-то время имеет смысл быть отдельно, может быть, какое-то время имеет смысл расстаться, ну, на какое-то время расстаться. Просто потому, опять же, что много времени прошло и вы могли там друг от друга, например, отвыкнуть. Такая ситуация тоже возможна. Понимаете? И я думаю, что именно так нужно поступать, если говорить о грамотном поведении. Потому что, ну, поднимите вы разговор, поднимите вы разговор, тем и начнете вы разговор. Мужчина, если он действительно это делает, он, скорее всего, скорее всего, ничего не скажет, а только будет наготове, на чеку и будет лечить себя идеально. Еще и вас виноват не выставит в том, что вы его подозреваете в измене. Вот. Я не думаю, что вам это нужно, я не думаю, что вам это даст что-то хорошее. Поэтому, решать, конечно, вам, как поступать в этой ситуации, но я думаю, что именно подобным образом вам стоит действовать. Чтобы и отношения сохранить с ним насколько это возможно, не портить их, по крайней мере. И чтобы о себе подумать и себя защитить тоже. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим, делаю вам всего самого доброго и удачи.